Дорогие друзья, сегодня у нас с вами 60 минут разговора о том, что меня интересует очень давно уже, с точки зрения того, что происходит в современном мире, как это все стремительно происходит, как стремительно все меняется. Вопрос генетических алгоритмов заинтересовал лично меня уже более, наверное, 15 лет назад. В дальнейшем мне повезло и на летней суперкомпьютерной академии в МГУ. Я слушала прекрасные лекции профессора Ершова о генетических алгоритмах, о естественных моделях вычислений. Но и с тех же пор я стала рассказывать своим ученикам, 8-9 классникам, об этих прекрасных теориях. И, собственно, вот как раз теми разговорами, которые я веду со своими учениками, мне и захотелось поделиться со всеми остальными. Итак, генетические алгоритмы и что это такое, мы попытаемся сегодня выяснить. Самая моя главная заветная мечта на нашем сегодняшнем общении – пробудить интерес у кого-то из вас, у учеников, может быть, у учителей к этой части информатики. Может быть, у кого-то родятся в этот момент идеи их проектов, которые впоследствии станут успешными и заинтересуют вас, заинтересуют других людей, помогут вам определиться с выбором профессии. Но началось все банально. Как любой учитель, я всегда рассказывала своим ученикам, так положено, темы по информатике. И одной из тем, которую все учителя рассказывают в обязательном порядке, изучают со своими учениками, является тема моделирования. Моделирование и формализация. Учителя, как обычно, объясняют ученикам, что модели нас окружают везде и всюду, что модель – это образ, обобщенное какое-то понятие с определенными характеристиками для какого-то объекта, явления, процесса. И когда мы объясняем тему модель и моделирование, я очень часто от учеников слышу вопрос. Елена Юрьевна, а зачем нам это все нужно? Где нам это все пригодится? И это вполне нормально, потому что возраст наших учеников – это 8, 9, 10, 11 класс. Он обязывает людей задавать вопросы и получать на них ответы. И действительно, где вот эти все довольно сухие фразы могут пригодиться человеку, ученику, который думает о своем будущем, который пытается выбрать свое место в этой жизни, свою профессию. И вот тема модель. Достаточно сухое определение. «Модель нужна для того, чтобы понять, как устроен объект, какова его структура, законы развития и взаимодействия с окружающим миром». Ну, фраза правильная, но действительно, с точки зрения ученика, я понимаю, она звучит как-то уж очень суховато по-научному. Ключевое слово. «Модель нужна для того, чтобы понять, как устроена». Мы вспоминаем, да, у кого есть младшие братики и сестрички, вспомните, когда мы покупаем машинку или куколку или игрушечку какую-то, ребенок прежде всего эту игрушечку разбирает. И это обусловлено не тем, что этот ребенок кровожадный и хочет все сломать. Нет. А это обусловлено прежде всего тем, что в человеке на уровне ДНК внедрено это желание познать, как устроено. Как устроен мир, как устроен объект, как устроен предмет. Поэтому, когда мы говорим о моделях, первая цель – это познать. Познать, как устроен объект. Ну а дальше мы разобрали игрушку, мы поняли, как он устроен. Дальше-то какие наши действия. И я, как учитель, рассказываю своим ученикам следующее продолжение всех этих разговоров. После того, как мы поняли, как устроен объект, научиться им управлять. Причем управлять не абы как, а управлять наилучшим образом, выбирая наилучшие способы взаимодействия. И вот на этом я сейчас сделаю маленькую паузу, потому что сначала все-таки модель. Моделирование как метод научного познания. И где это моделирование пересекается с сегодняшней темой разговора. На экране небольшая такая линейка времени с перечислением естественных моделей вычислений. И действительно, одна из первых моделей вычисления популярных ныне, клеточные автоматы, ее целью было моделирование процессов самовоспроизведения в живой природе. И мы с вами видим, что это ни много ни мало. 1948 год. И звучат великие имена в истории мира, в истории мировой науки, в истории информатики. Фон Нейман. Станислав Умлов. Можно продолжать разговор и говорить о следующих годах, о 49-м, о 50-м, о 52-м. Но здесь на экране перечислено и следующая веха, значительная веха. Мы сейчас слышим отовсюду нейронные сети, искусственные нейронные сети. Но исторически отмечено, что прямой разговор об этом был начат в 1957 году. И несложно посчитать, что прошло уже очень много лет, практически скоро уже будет 65 лет, как эта тема волнует человечество и используется человечеством. Фрэнк Розенблатт, имя ученого, которому мы обязаны появлением в научном мире, в науке, моделям, моделей искусственных нейронных сетей. Далее 62-й год. Сети Петри, которые так и названы по имени создателя этой теории, опять модели, опять звучат модели. Модели, модели, везде модели. Ну и очень интересные модели. Это модели процессов роста и формообразования растений, как так называемые L-системы. Автор этой теории Аристит Линденмайер и 1968 год. Моделирование. И в этот момент, как только мы начинаем говорить об этих уже ставшихся, ставших устоявшимися теориях, практических реализациях, в этот момент мы понимаем, что моделирование из сухого научного текста превращается в реальную жизнь. Но мы вернемся ко второму пункту. Модель нужна для того, чтобы научиться управлять объектом, процессом, явлением. Причем не просто так управлять, а выбирать наилучшие способы управления. Ну, с учетом существующих ограничений, естественно. А что же это такое выбор наилучших способов управления? Оказывается, это современное слово, и оно звучит так, оптимизация. Это слово мы говорим часто, мы чаще всего и скорее всего даже не обращаем внимания, что мы его произносим, но на простой вопрос, а что же это такое оптимизация, мы чаще всего не можем дать нормального ответа простого. А ведь это действительно вполне понятно. Если с точки зрения моделирования, о котором мы сейчас говорим, то оптимизация это и есть выбор наилучших способов управления в заданных условиях. И здесь мы видим еще один набор, еще одна линейка, линейка времени. Это модели, которые относятся к естественным моделям вычисления, то есть тем, которые мы подсмотрели у природы. Ведь и первые четыре, о которых мы говорили, они подсмотрены все у природы. Там и деревья, там и клетки, там и нейросети. Ведь в первую нейросеть все равно придумала природа, а мы подсмотрели и попробовали ее воспроизвести в виде модели. Так же и здесь. Генетические алгоритмы – это сегодняшний герой. Это упрощенные модели эволюции живых организмов. Муравьиные алгоритмы. Люди начали наблюдать, как ведут себя муравьи, как они ищут пищу, как они выбирают самый короткий путь от муравейника к пище, как один разведчик, который нашел, где есть еда, как он сообщает остальной популяции, как дойти до этой еды, как воспользоваться этим найденным сокровищем. Муравьиные алгоритмы. Опять в основе идеи поиска наилучшего, а именно в данном случае кратчайший путь, это и есть наилучший, самый короткий, самый малозатратный способ добраться до еды. И чем короче путь, тем меньше, значит, и потерь в популяции. И тем больше сил остается на другие продуктивные действия, ради которых эта еда и добывается. Роевая оптимизация. Это и пчелиные стаи. Это и стаи рыб. Ну, это здесь же и пчелиные алгоритмы. Имеется в виду поведение коллективов, поведение колоний при отсутствии явного вожака. На основе наблюдения за этими природными явлениями и возникли естественные модели вычислений, которые мы называем сейчас роевая оптимизация. И авторы этих теорий указаны на слайде. О Джоне Холланде мы поговорим чуть позже. Ну, и, наконец, ДНК вычислений. Хотя это не наконец, это только пауза для данного сегодняшнего разговора. В дальнейшем мы можем назвать еще очень много интересных естественных моделей, то есть моделей, подсмотренных у природы, которые человек сейчас использует в компьютерной науке, просто в науке безотносительно к конкретной предметной области. Но сегодняшний герой у нас генетические алгоритмы. А я напомню, начали мы с чего. На уроке, когда мы рассказываем тему, ну, естественно, и это нормально, и это правильно, возникает вопрос, где мне это пригодится. Мы сегодня попробуем ответить на этот вопрос, почему нам могут быть интересны генетические алгоритмы. Ну, и автор теории генетических алгоритмов, Джон Генри Холлотт, профессор электротехники и информатики Мичиганского университета. В 2015 году он покинул этот мир, но то, что он сделал для науки, это, конечно, неоценимо. Мне удалось найти интересную фотографию Джона Холланда. В большинстве источников другая фотография, более поздняя. Ну, мне кажется, вот эта фотография, фотография, она интересна нам с вами. Человек жизнерадостный, увлекающийся, явно зараженный своими идеями и считается отметкой для появления генетических алгоритмов в публикации книги Джона Генри Холланда «Адаптация в естественных и искусственных системах». Собственно, в ней была впервые сформулирована и представлена научной общественности идея генетических алгоритмов. Каковы же основные понятия вот этой теории, и с этими основными понятиями нам нужно познакомиться, потому что в дальнейшем мы будем ими опереживать. Ну, во-первых, генетические механизмы для моделирования эволюционных процессов – это основа идеи генетических алгоритмов. Собственно, Джон Генри Холланд изучал теорию Дарвина, проводил параллели и пришел к выводу, что можно использовать эволюционную теорию Дарвина для достижения целей информатики, для ответа на вопрос, как решать, как находить наилучшие решения, как строить модели и дальше находить наилучшие решения. В основе генетического алгоритма лежит понятие популяции особей. Под популяцией особей понимают набор сразу нескольких возможных решений, именно набор. Рассматривается несколько наборов особей, но именно популяция особей, и среди них мы понимаем, что любая особь может быть решением, и мы рассматриваем все наборы, все решения. Мы понимаем также, что в ходе существования популяции имеет место борьба за существование, и выбираются самые лучшие особи, наиболее предпособленные, ну а наименее приспособленные особи погибают. Слегка жестоко звучит, но это так, это именно так с точки зрения эволюционной теории, и это понятие борьбы за существование и понятие отбора, оно реализовано в генетических алгоритмах. Обязательным пунктом является обмен информацией между особями. В данном случае понятие скрещивания особей, я напомню, это наше решение для конкретных задач. Ну и для того, чтобы не происходило в качестве какого-то ответа ложная замена этого ответа выбросом, используется мутация. Ну вот всегда вопрос блокировки локальных экстремумов с помощью мутации, он вызывает вопросы и оставляет недосказанность какую-то, когда мы обсуждаем с ребятами, вопрос генетических алгоритмов. Ну и ребята говорят, Елена Юрьевна, особенно это касается восьмого, девятого класса, которые еще не изучали математический анализ и не очень понимают терминологию локальных экстремумов. Вот можно сейчас продемонстрировать это на таком изображении. Вверху аналитически представлена функция, ну даже если здесь присутствуют ученики не одиннадцатого класса, ну вы видите, что функция выглядит довольно сложно и страшно, хотя аналитически можно рассмотреть эту функцию и прийти к выводу о наибольшем значении этой функции. Но изображение этой поверхности мы видим, на этом изображении есть масса локальных, местных вот таких точек, выпуклости, город и ямок. То есть в случае, когда мы ищем наилучшее значение, наибольшее или наименьшее, то мы рискуем попасть в ситуацию, когда за наилучшее мы выберем не ту горку, которая самая высокая, а ту, которая ближайшая попалась нам. Вот как раз для того, чтобы блокировать остановку алгоритма для вот этих локальных точек и продолжать работать, пока действительно мы не найдем то решение, которое будет в заданных ограничениях являться самым лучшим, используется понятие мутаций для блокировки быстрой сходимости алгоритма, для блокировки быстрого прекращения действий, которые мы запланировали для поиска наилучшего решения. А я напомню, что обычно используется термин задачи оптимизации для поиска оптимального решения. Обычно под оптимальным решением подразумевают поиск минимального или максимального значения. Я напомню, опять же, с точки зрения того, о чем мы говорим на уроках. Мы хотим научиться управлять объектом, процессом или явлением с учетом заданных, с учетом выбранных способов и мер воздействия на объект, процесс, явление. А вот как раз и выбранные лучших способов управления это и есть оптимизация. Когда мы рассматриваем разные способы и выбираем среди них наилучший. Для того, чтобы реализовать генетический алгоритм, нам нужна целевая функция. И целевая функция зависит от n параметров, она является критерием отбора. Но если мы говорим о том, что значит решить задачу оптимизации, это значит найти при каком наборе параметров целевая функция, в данном случае она представлена как функция f от n параметров, принимает свое наибольшее или наименьшее значение. Важным для генетических алгоритмов является следующее. Параметры целевой функции, которую мы рассматриваем, это двоичные числа. Это либо ноль, либо один. И вот еще одна привязка к тому, о чем мы часто говорим на уроках. И очень часто ученики меня спрашивают, Елена Юрьевна, зачем мы изучаем двоичную систему? Ну зачем вы нас пытаете переводом из десятичной в двоичную и обратно? Ну где это нам пригодится, кроме ваших включено-выключено, отражает-не отражает? Но мы сейчас видим явный пример, где это нам пригодится. То есть уже сейчас мы видим, что двоичная система счисления – это не только система счисления, как иногда можно слышать, с помощью которой работают или на основе которой построена работа наших компьютеров, что не совсем так. А вот с точки зрения генетических алгоритмов, параметры, с которыми будет работать наш генетический алгоритм – это двоичные числа. Это всегда двоичное кодирование. Среди основных понятий, с которыми оперируют генетические алгоритмы, важнейшее место занимает понятие функция качества или фитнес-функция. Вот здесь очень важно понимать, что это не замена целевой функции, которую мы хотим оптимизировать, для которой мы хотим найти максимум или минимум. А фитнес-функция, она вспомогательная. Она как посредник, который помогает нам среди всех особей популяции выявить те особи, которые наилучшим образом отвечают нашим критериям. Так, чтобы мы в дальнейшем могли популяцию уже составлять из наиболее подходящих особей и наилучшим образом отвечающим условию задачи. Для фитнес-функции также есть одно ограничение, чтобы мы могли строить генетические алгоритмы, дальше с его помощью искать значение, минимальное или максимальное. Фитнес-функция или функция качества, то есть наш посредник, она должна быть неотрицательной. Здесь на экране указано, что она положительная, но, строго говоря, неотрицательная также допускается для фитнес-функции. Ну и еще один момент, о котором также мы должны знать и хорошо понимать, прежде чем приступить к более детальному разговору о том, как же построить генетический алгоритм, как они работают, хотя бы на простых примерах рассмотреть более детально основные шаги генетических алгоритмов. Так вот самое интересное. Генетический алгоритм мы воспринимаем как черный ящик. Для того, чтобы генетический алгоритм вообще ничего не знает, что там внутри. То есть он знает, что есть набор решений, что эти решения представлены в двоичном коде, но больший генетический алгоритм ничего не знает о нашей задаче. И поэтому единственное, что генетический алгоритм должен уметь, он должен уметь вычислять фитнес-функцию для любого особи, для любого набора параметров. Потому что, собственно, особь – это и есть набор параметров, двоичных параметров N. И для любого решения как раз фитнес-функция и должна уметь, точнее алгоритм должен уметь вычислять фитнес-функцию для любой особи нашей популяции. Это стартовые договоренности, о которых мы сейчас провели разговор и для которых мы выяснили детали, чтобы можно было дальше рассматривать тему генетических алгоритмов. Но сразу вернусь назад, вернусь в период больше, чем 10-летней давности. Вот задача, которую сейчас вы видите на экране, эту задачу я услышала на лекции Николая Николаевича Ершова. И сразу хочу сказать, что это был поразительный эффект. Лекции этого преподавателя на летней суперкомпьютерной академии стояли по субботам в 9 утра. Но вы догадываетесь, что суббота 9 утра, так, чтобы на лекцию пришли все студенты, это бывает крайне редко. Так вот, на лекции Ершова по субботам в 9 утра приходили все. Зал был всегда полон. Но эта задача, это из моего конспекта тех лекций, задача мне нравится, потому что здесь есть еще отсылка, одна, к нашему школьному курсу. Когда мы изучаем программирование, мы очень часто с вами решаем задачи, в которых среди последовательности чисел нужно найти последовательность чисел, удовлетворяющих к какому-либо условию. Но в данном случае задача формулируется так. Есть множество натуральных чисел, произвольных натуральных чисел. Необходимо найти такое множество, подмножество из данного множества А, для которого сумма элементов будет минимально отличаться от заданного числа С. С одной стороны, классическая задача, когда учителя учат писать переборное решение, мы понимаем, что нужно рассмотреть все варианты. С точки зрения эффективности, хороший алгоритм написать крайне сложно. Все зависит от того, какое именно множество. Но в данном случае это очень интересный пример, это один из классических для меня примеров, как построить генетический алгоритм, что он работает в данном случае, и как именно выглядит решение с точки зрения применения генетического алгоритма для этой практически простой классической задачи программирования. Итак, дано множество натуральных чисел. В примере на слайде это множество состоит из чисел 7, 11, 5, 24, 8. И мы сейчас вводим еще дополнительные понятия. Мы вводим понятие генотипа и вводим понятие фенотипа. Так вот, ранее мы сказали, что имеет место двоичное кодирование. Если мы рассмотрим множество 7, 11, 5, 24, 8 и возьмем одну особь, у которой генотип, тот, который представлен на экране, 3 единицы, 0, 1. Мы с вами понимаем, что фенотип, то есть буквально характеристики конкретной особи вот с таким генотипом будут выглядеть следующим образом. 7, 11, 5 и 8. Ну, потому что на позиции, там, где стоит число 24, в нашем генотипе мы указали число 0. А это значит, что вот этой хромосомы у нас нет. У этого гена, извините, все вместе это называется хромосома. То есть этого гена у нас с вами нет и в дальнейшем нам придется уже это учитывать. Это один из примеров. Но вы можете сейчас самостоятельно, глядя на экран, привести себе еще какой-то из примеров для данного множества. Так, чтобы было... Ну, например, если у нас в генотипе первый ген и последний ген единица, а в серединке гены нулевые, то думается, что мы сравнительно легко скажем, что фенотип или конкретная особь будет состоять из чисел 7 и 8, но поскольку в серединке у нас нулевые значения для параметра. Ну и для решения этой задачи, если говорить уже о реализации генетического алгоритма, мы используем... мы используем функцию ошибки, которая вычисляется как модуль между данным числом s и суммой всех значений для конкретного подмножества, и функция ошибки должна стремиться к минимуму. И функция качества – это тот самый посредник, та самая функция со значениями, с неотрицательными значениями в данном случае выглядит так, как это представлено на экране, как отношение единицы к сумме функции ошибки и единицы. И еще для одного примера, вот если мы рассмотрим множество из значений 7, 11, 3, 4, и для числа s12, то генетический алгоритм, например, будет рассматривать следующие генотипы. Ну, генотип 1, 1, 0, 1, ему соответствует особь 7, 11, 4, или фенотип, и функция качества по формулям выше будет равна 1, 11. Соответственно, генотип 1, 0, 0, 1, для которого фенотип 7, 4, для этого генотипа функция качества 1, 2. Ну и еще один генотип, он состоит вообще из одного числа, фенотип состоит для этого генотипа из одного числа, функция качества 1, 2. Мы с вами на этом небольшом примере видим, что зависимость достаточно понятна. Чем выше значение функции качества, тем точнее найденное решение или найденный набор параметров соответствует условию задачи. То есть стремится к минимуму разница, а функция качества – это обратная величина, она у нас увеличивается, ее значение. Таким образом, решение классической задачи из программирования мы сейчас рассмотрели в ключе разговора о генетических алгоритмах. Ну, основные шаги генетического алгоритма представлены на блок-схеме и звучат они довольно понятно с точки зрения опять эволюционного развития популяций. Создание популяции на первом шаге или инициализация популяции, то есть выбор исходной популяции хромосом, генотипов буквально. Далее идет селекция. На этом этапе производится оценивание приспособленности особей в популяции. Для этого у нас есть инструмент, посредник. Мы с вами знаем, что это та самая фитнес-функция или функция качества. В случае, если условие завершения отбора выполнено, то мы выбираем наилучшие хромосомы, говорим, задача решена. В случае, если нет тех особей, которые могли бы удовлетворять нашим критериям, мы выполняем обязательные для генетического алгоритма действия. Мы проводим селекцию. Далее мы выполняем скрещивание и мутацию. Это генетические операторы, которые применяются для простейших генетических алгоритмов. Создаем новую популяцию и снова проверяем критерии. И таким образом этот процесс продолжается до тех пор, пока мы не найдем значение, удовлетворяющее нашему условию. Итак, три основные действия для простейшего генетического алгоритма. Этими действиями являются селекция, скрещивание и мутация. Это то, что нам нужно научиться делать, чтобы мы могли написать генетический алгоритм. Селекция. Под селекцией понимают отбор особей популяции для того, чтобы можно было удалить из популяции ненужные особи, которые слабо проявляют требуемые качества. То есть особи, которые наименее приспособлены к ситуации, обозначенной нашими критериями. И в популяции остаются только сильнейшие особи, в которых условие проявляется наиболее ярко. Следующее обязательное действие, следующая операция генетического алгоритма кроссовер. Кроссовер или скрещивание. Пары решений, пары особей, пары, то есть случайным образом из популяции выбираются пары особей или пары решений. В нашем случае, в случае наших задачи уже рассмотренная задача для подмножества-множества, это были пары решений. Пары особей выбираются случайным образом и обмениваются частями своих наборов хроносом. Обмениваются частью своих генов. И еще одно обязательное действие это мутации. Вот мутации, мы уже говорили с вами о том, что одной из проблем генетического алгоритма является проблема быстрой сходимости к каким-то локальным экстремумам, к какой-то горке, либо к какой-то ямке, как это мы уже видели на рисунке. И чтобы блокировать такую ситуацию, происходит мутация. Ну, собственно, так же, как и в эволюции, в реальной жизни. Происходит мутация, то есть происходят какие-то незначительные изменения внутри отдельной особи. Именно благодаря этим мутациям человечество не вымирает, а наша задача приходит к решению. Чуть подробнее о каждом. Кроссовер. Как выполняется кроссовер? Взгляните. Кроссовер – это скрещивание. На экране сейчас представлено два примера. Пример одноточечного кроссовера и пример двухточечного кроссовера. Взгляните, цветом выделено на экране слева одноточечный кроссовер, в которой точкой скрещивания являлась четвертая точка, нумерация обычная человеческая, 1, 2, 3, 4, либо если в нумерации на языке программирования, то 0, 1, 2, 3, и начиная с четвертой у нас идет уже кроссовер или скрещивание. Взгляните. Выбрана случайным образом пара решений или пара особей, и та часть, которая начинается с окрашенной оранжевым цветом, она переходит к второй особи. А вторая особь отдает первой ровно эту же часть. Вот он кроссовер, скрещивание. Аналогично справа представлен пример двухточечного кроссовера, где точками скрещивания были выбраны две точки 3 и 9. В этом случае хвосты хромосом остаются на месте, а вот эти серединки между точками 3 и 9 мы видим, что произошел обмен, и с помощью этого обмена мы получили новые особи. кроссовер может быть не только одноточечный, не только двухточечный, все зависит от того, какую задачу мы решаем, какие цели ставим, и какие у нас ресурсы, в том числе, вычислительные. Но на экране сейчас пример, как может быть выполнено скрещивание для того, чтобы далее формировать популяцию и производить отбор тех, которые нам нужны. Но еще раз разговор о мутации, что такое мутация, еще раз напомню, что это изменение внутри отдельной особи, и нужно это изменение, чтобы предотвратить сходимость нашего алгоритма не к тому, которое является самым лучшим. Вот здесь еще один пример на экране, пример функции, которая задана аналитически в виде формулы для наглядности. И мы с вами видим, что есть, если мы ищем для этой функции наибольшее значение, есть локальные максимумы, и есть риск, что наш алгоритм остановится вот здесь и не дойдет до того максимума, который нам нужен. Вот мутация как раз и есть инструмент блокировки вот этих быстрых процессов сходимости к самому легкому, к самому первому попавшемуся быстрому ответу. Мы хотим, чтобы решение было найдено наиболее приближенное к тому, которое действительно является наилучшим. Поэтому вот этот момент мутации, и мы даже можем сейчас, рассматривая вопросы информатики, рассматривая алгоритмы, сделать отсыл для рассмотрения вопросов мутации в жизни. А действительно, в жизни так оно и устроено, для чего происходят мутации с живыми организмами, с растениями, именно для того, чтобы не происходили какие-то критические случаи, чтобы популяция не вымирала. Ну и селекция. В алгоритме селекции это этап номер один, но мы с вами помним, что сначала происходит инициализация популяции, потом проверка критерия с помощью фитнес-функций, потом идет у нас как раз кроссовер, скрещивание, потом идет мутация, и потом снова селекция. То есть мы должны из той популяции, которая у нас есть, выбрать следующее поколение, следующую популяцию, которая должна быть теоретически лучше, чем предыдущая, потому что мы из нее уже выберем тех, которые нам нужны. Так вот, в селекции, как раз в отборе есть несколько методов, которыми устраивается эта селекция, но один из самых распространенных для простых генетических алгоритмов это метод рулетки. В принципе, рулетка, она работает как... Она работает циклически, и процесс повторяется столько раз, сколько у нас особей в популяции, и на каждом шаге с вероятностью пропорциональной функции и качества из популяции выбирается одно решение и помещается в промежуточную популяцию. И так происходит МРАС. Таким образом, у нас получается новая популяция, не новая, промежуточная популяция, с которой мы в дальнейшем работаем, также делаем кроссовер, мутации, проверяем соответствие нашим условиям. Ну и так происходит до тех пор, пока мы не найдем то решение, которое нам нужно. Ну то есть в промежуточной популяции опять решения разбираются на случайные пары, дальше заданной вероятностью выбирается происходит скрещивание, скрещивание, оно обновляет гены в хромосомах объектов. Ну и мы уже с вами видели пример одноточечного кроссовера, двухточечного кроссовера, ну, бывают и многоточечные кроссоверы. Еще раз повторю, что в зависимости от ситуации возможны разные варианты. Ну и после примера, которая такая программистская-программистская задачка о поиске подмножества с суммой элементов, минимально отличающихся от заданного числа, хочется рассмотреть один из примеров. Это пример размещения камер видеонаблюдения в помещении. Это реальный проект, реального ученика. Проект был выполнен в 2013 и 2014 году, то есть 8-9 лет назад ученик уже заканчивает сейчас этот магистратуру, но в свое время я же так зовут человека, зовут этого ученика моего, он заинтересовался проблемами генетического алгоритма и выяснилось, что очень интересно генетический алгоритм работает вот в такой простой ситуации или непростой ситуации. есть помещения, причем помещения, для него известные геометрические размеры, для нас ширина помещения и возможно в помещении мы знаем где там есть колонны, какие-то шкафы и еще что-то и нужно понять какое минимальное количество камер необходимо поставить так, чтобы организовать видеонаблюдение в этом помещении и не было слепых зон. Что дано? Нам даны геометрические размеры, количество камер, ну какое-то стартовое и нам дан радиус и угол сектора обзора камеры. В простом варианте мы решали эту задачу не для случая минимизации количества камер, а для случая просто правильной расстановки этих камер. Нам показалось, что эта задача была интересной. в наилучшем виде эта задача приводила к тому, что мы минимизировали количество камер, камеры стоят дорого, и поэтому разместить их правильно и с наименьшими ресурсами это действительно задача реальной жизни. В ходе решения задачи делались уточнения как раз о колоннах, о шкафах, о каких-то посторонних предметах. также мы уточняли какое нам требуется количество генов в хромосоме каждой и сколько повторов мы будем делать для того, чтобы найти ответ на вопрос задачи. В этом случае проблему представляла конечно задача поиска фитнес-функции. Как ее найти? И вообще как будет представлена хромосома и как нам учесть установку камеры? Я же придумал следующее. Действительно в данном случае мы помним, что все параметры это двоичные значения это биты и нам нужно придумать формулу для фитнес-функции чтобы проверять соответствует это особь, это решение, этот набор параметров условию задачи, нужно ли дальше его оставлять в популяции либо нужно его обновить и продолжать работу с другой промежуточной популяцией, которая лучше. В данном случае идея мне показалась она очень интересная. Я же разбил все помещение на прямоугольники, где количество прямоугольников соответствует количеству хромосом, количество генов в одной хромосоме. А дальше как организована хромосома это показано на экране. Хромосома у нас состояла из координаты х, координаты у и представленной в двоичной системе угла альфа. Но идея состояла в том, чтобы каждую особь камеру определить по местонахождению в конкретных прямоугольниках помещения и было соответствие с единицами, нулями и двойками, где камера есть, где камеры нет, где просматривает, где не просматривает. То есть с точки зрения математики решение сводилось к использованию теоремы Пифагора и мы посмотрели каждую часть помещения, то есть каждый прямоугольничек маленький, каждый изначально определяется нулем, если он просматривается камерой и свободен, то значение один, но если чем-то занят, то значение два, ну и так далее, и так далее. Соответственно, мы возвращали количество единичных частей помещения как результат установок видеокамеры, ну вот такая идея и задача мы видим с вами вполне реальная, никакая там не 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 отягощенная слишком заумными определениями и для девятиклассника, Яша учился тогда в девятом классе, задача показалась интересной и действительно он ее развивал в течение двух лет достаточно эффективно. Мы поговорили о простом генетическом алгоритме, рассмотрели два примера, но остался невыясненным один очень острый вопрос. А вообще кто нам сказал, что с помощью вот этих генетических алгоритмов мы действительно можем найти решение? Внимательные слушатели сейчас скажут, ну как кто сказал Джон Генри Холланд в 1975 году в своей книге? Ну вы будете абсолютно правы, но здесь следует добавить еще очень важное замечание, что для того, чтобы утверждать, что наше решение действительно это то самое решение, которое мы ищем, что оно верное, что оно найдено и что оно может быть найдено, существует теория, теория схем, в которой как раз и приводится теоретическое обоснование сходимости генетических алгоритмов к тем самым оптимальным решениям, то есть самым максимальным, самым минимальным, и она объясняет, почему с помощью выполнения генетических операторов это решение может быть найдено. То есть мы не просто заявили, что вот генетический алгоритм, мы его построили, селекция, мутация, скрещивание, селекция, скрещивание, мутация, и все, и вот то, что мы нашли, это оно. Мы ведь понимаем, что истинно научный подход обязывает нас озаботиться доказательством того, что найденное нами решение, найденный нами ответ, он действительно тот самый ответ, которого мы ждем, и что метод генетических алгоритмов можно применять не только к таким примерам, которые собственно и руками-то можно решить, истинное назначение метода и почему он ценен и почему он интересен, его назначение как раз состоит в применении к ситуациям, где руками посчитать невозможно, либо очень-очень сложно, но все-таки в общем случае ручное решение представляет огромную сложность, но чтобы быть уверенным, что в таких ситуациях найденное решение действительно наилучшее, вот как раз для этого мы озаботились доказательством, и сейчас мы с вами выяснили, что как раз обосновывает работоспособность генетического алгоритма специальная теория, которая так и называется теория схем, вот это можно себе записать, отметить где-то и в дальнейшем более подробно об этом почитать, чтобы уже быть убежденным в том, что ваш генетический алгоритм это не случайно найденное решение, но суть теории схем заключается в том, что при работе генетическим алгоритмом им исследуется одновременно очень большое количество схем, значительно превышающие размер популяции, но эти схемы, как и сами решения, тоже участвуют в отборе, тоже изменяются, тоже мутируют, тоже скрещиваются, но единственное, что согласно теории схем, все эти процессы происходят неявно. Важной особенностью схемы является то, что два решения x и y, которые принадлежат одной схеме, и те решения, которые будут получены при скрещивании, они тоже будут принадлежать той же самой схеме. Ну, и в результате отбора выживают те решения, у которых высокие значения функции качества, то есть схемы, которым принадлежат эти решения, они также получают конкурентные преимущества и уже тогда на основании анализа этих схем мы можем быть уверенным в том, что найденное решение действительно то самое, о котором мы мечтали при построении генетического алгоритма. Итак, теория схем – это обоснование сходимости генетических алгоритмов. Ну, и самая интересная и самая для меня увлекательная часть сегодняшнего разговора. До этого момента мы вели разговор и вели речь о последовательной реализации генетического алгоритма. И можно было говорить о том, что при последовательной реализации можно было осуществлять селекцию не только методом рулетки, но можно было селекцию осуществлять еще популярными в том числе методами селекции. Это ранговый метод отбора, турнирный метод отбора. Они часто бывают более эффективны, но для простых генетических алгоритмов метод рулетки вполне применим. В ранговом методе отбора отбор производится на основе относительного расположения или ранга. Ранг это ранг, вес, место. То есть мы расположили всех по местам, ранжировали. Так вот на основании этого ранга, на основании позиции, после ранжирования решений в списке всех решений, когда мы упорядочили все решения, вот как раз мы отбираем те, которые лучше, а худшие, там какую-то часть худших мы отбрасываем. Но в жизни так тоже часто бывает. Вот, поэтому сейчас мы говорим с вами о последовательной реализации, но интересна нам параллельная реализация, потому что ранее мы сказали, что особи у нас много и особи существуют независимо друг от друга и мы можем делать какие-то промежуточные популяции, в том числе независимо друг от друга и рассматривать уже эти промежуточные популяции в сравнении одной популяции относительно другой. Так вот, для параллельной реализации генетического алгоритма интерес представляют две модели. Постровная модель и модель клеточных генетических алгоритмов. Эти модели взаимно дополняют друг друга, потому что принципы построения первой модели, когда вся популяция разбивается на некоторое число подпопуляций или субпопуляций и с каждой субпопуляцией работает отдельный процессор вычислительной системы. То есть несколько островов, на рисунке представлен пример с тремя островами и мы понимаем, что мы можем каждому процессору поручить работать с одним островом, а дальше уже проанализировать выводы каждого из них и в дальнейшем принять решение о наилучшем ответе, о наилучшем результате. Если мы говорим с вами о клеточных генетических алгоритмах, то здесь немножко иная история. Преимуществом островной модели как раз является, что она очень похожа, даже мы когда с вами изучаем на уроках модели сетей, она похожа на модель сети, то говоря о клеточных генетических алгоритмах, она идет не на увеличение, вот здесь мы взяли решение и сделали несколько островов и фактически увеличили систему, то клеточная модель, она скорее рассматривает нашу задачу с точки зрения микроскопической, то есть у нас все особи текущей популяции помещаются в отдельные клеточки, то есть каждая особь, каждое решение это отдельная клеточка, и вот на экране как раз показан пример популяции, где каждая особь это отдельная клеточка, но и характеристики особи еще с помощью инфографики здесь раскрашены каждая соседним цветом, каждая клетка в такой структуре имеет фиксированное число соседей, ну в данном случае у нас стандартная клеточная соцструктура, и у каждой клетки, если не считать углы, четыре соседа, если вместе с углами, то восемь соседей, но и фактически такая клеточная структура это граф, в зависимости от того, какая решетка применяется, двумерная, трехмерная решетка, меняется количество соседей, но как раз особенностью такой вот клеточной реализации генетического алгоритма является то, что все бинарные операторы применяются только к решениям, расположенным в соседних клетках, и в этом случае для отбора используется еще один метод для селекции, он называется турнирный метод, мы с вами уже говорили о методе рулетки, мы говорили о ранговом отборе, вот здесь еще один отбор для клеточных генетических алгоритмов применяется турнирный метод, когда все клетки разбиваются на пары соседей любым образом, и каждая пара борется за выживание, каждая пара уже борется за выживание, при такой схеме реализуется и скрещивание по такой же схеме, то есть пара соседних решений скрещиваются, и новые решения записываются вместо родителей, но еще для параллельных моделей реализации генетических алгоритмов вводится еще одно понятие, это понятие миграции, которое тоже учитывает соседство клеток, две соседние клетки с некоторой вероятностью обмениваются своим содержимым. Вот мы сейчас с вами рассмотрели пример параллельной реализации генетических алгоритмов, и это, наверное, самый актуальный пример на данный момент времени. Мы с вами знаем, что в настоящее время однопроцессорные процессоры уже не производятся, компания Intel уже лет пять не производит такие процессоры, а мы с вами на уроках продолжаем разговаривать о последовательных алгоритмах. Наверное, правильно сегодняшний разговор закончить как раз тем, что необходимо от последовательной реализации генетического алгоритма, от попыток, от изучения, от попыток написать свой алгоритм для решения какой-то не очень сложной задачи, как, например, сейчас была приведена задача с поиском подмножества удовлетворяющего конкретному условию, можно переходить уже к рассмотрению вариантов реализации генетических алгоритмов на параллельных системах. Это действительно самое современное решение, за которым будущее, за которым самые большие перспективы. И завершая вот этот разговор, мне бы хотелось опять вернуться к тому, чем мы сейчас занимаемся в школе. В проектах инженерный класс московской школе, IT-класс московской школе большое внимание уделяется 3D-моделированию. Мои ученики столкнулись с тем, что когда они делают модель с помощью 3D-сканера, то вначале мы получаем с помощью датчика какой-то облакоточек. А вот дальше я пока не буду говорить, какая это именно задача, но вот она как маленькая подзадача. Мы сканируем объект и хотим сделать 3D-модель этого объекта. Грубо говоря, допустим, объект это осколок вазы. И после сканирования мы получаем облакоточек. Так вот, каким образом из этого дискретного множества, из дискретного образа облакоточек мы должны выбрать именно те точки, которые послужат нам основой для построения в дальнейшем 3D-модели. И вот здесь как раз мы когда столкнулись с такой задачей, мы и столкнулись с тем, что действительно для оптимизации этих переборных решений, это только переборные решения, и это большое количество множеств, которые, подмножеств, которые нужно просмотреть. Очень здорово работают генетические алгоритмы, и на практике, уже будучи школьниками, мы видим реальную пользу от применения этих современных теорий, от реализации естественных моделей в компьютерных науках на практике. Вот на этом мне хотелось бы на перспективах, на современном применении и завершить наш сегодняшний разговор. Для подготовки была использована литература, представленная на экране. Мне очень нравится книга Гладкова Курейчика «Генетические алгоритмы», и очень нравится статья на Хабре «Генетический алгоритм» просто о сложном, и много других всяких ресурсов. Единственное, что хочется пожелать всем участникам, друзья, пробуйте, не останавливайтесь. Вы видите, что то, что кажется вначале сложным, на самом деле довольно несложно понять, чуть-чуть приложить усилия, и можно с этим разобраться, а самое главное, можно в дальнейшем применять в своих интересах. Пусть все ваши проекты будут успешными, я желаю всем вдохновения и прекрасных работ. Доброго дня! Спасибо большое всем! Спасибо! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok